Всем привет! Сегодня я решила несколько минут посвятить жизни наших собак, потому что несмотря на то, что у меня огородный канал, когда у нас появилась маленькая Мэри, очень... Вот она, она вот! Она ревдует, я к рыбу подошла. Когда у нас появилась маленькая Мэри, я начала делать небольшие такие репортажи о собачьей жизни, и оказалось, что очень многие любят животных, и кто не имеет возможности завести себе собаку, с удовольствием смотрят на других собак. Вот у нас был Рэм, который я говорила, что он старый и грустный. Вы знаете, у нас произошло чудо, когда появилась маленькая Мэри, это кавказёныш. Рэм как-то преобразился, у него появилась новая шерсть, он превратился в такого красивого кобеля, и они вот здесь через решёточку, мы их вместе-то нельзя их соединять, и они это с этой стороны, тут с этой стороны и стоят, лежат друг друга, целуются. Мэри, ну что ты, Грэма, не хочешь сегодня с добрым утром пожелать, поцеловать? Она сегодня у неё другая цель, за мной бегает. У тебя сегодня другая цель? Ну, когда меня нет и никого нет, они вот так друг к другу подойдут к решёточке, и так мило на них смотреть мордочками, так носиками. Так что наш Рэм воспрял, у него появилась жажда жизни. Конечно, такая молодая красивая сучка тут бегает, хвостиком виляет. Может быть, всё у него наладится, ещё невесту найдёт. Но плохо, что с детьми не может он, нельзя его с детьми как соприкасаться, потому что собака чужая, взята во взрослом состоянии, и мы побаиваемся. С Марком играет только Мэри. Ну, вернее, Марк играет только с маленькой Мэри. Иди сюда. Ну, подойди, поздоровайся. Иди сюда. Мэри исполнилось только что полгода, и она пытается во все, с той стороны в дом или с этой, заползти на лестницу, пробраться в дом, где она раньше маленькая жила. Так всё, ничего. Но Мэри оказалась такая же любительница повозиться в земле, как и Надюшка. Вот эти вот ведра приготовлены для того, чтобы зимний огород делать. Если только она где-то найдёт ведро с землёй, она тут же его всё выгребет, вы видите, и ложится на землю. Она как бы ей нужна связь с землёй, заряжается. Заряжается. Вот видите, что натворила? Свежая, хорошая земля. Короче, она здесь при домовой теплице устроила такой мне бардак. Мэри, подожди, давай посмотрим, покажем, какие у нас ещё есть помидорки здесь. У нас, видите, тут ещё золотой лимон. Последний урожай лежит, когда убирали здесь в попыхах. Когда мороз-то снегом завалило, и было некогда, побросали все последние помидорки и убежали. А теперь вот сегодня солнечный денёк. Сейчас мы пойдём наводить порядок в огороде. И Мэри будет помогать. Такая погода, конечно, это благодать для собаки. Тепло. Она тут, когда вот был снег, слякоть, бегала очень, чумазая. Страшно на неё было посмотреть. Сейчас она хорошая, чистенькая. Мэри, пойдём сидираты приминать. Пошли. Нужно нам примять сидираты между теплицами. Ты кого-то не хватаешь-то, ей играться надо. Ребёнок шестимесячный. Тут у нас ещё группа сидиратов между теплицами, которые не примяты, ещё не рассыпаны. Ничего. На, палочку неси. Не хочешь палочку не стереть? Её как-то муж обучает, она ему носит и палку, и ошейник. А меня она не слушается. У нас с ней просто любовь. Ты хочешь меня залезать до смерти, зацеловать, да? Да. Надо одевать варежку, чтобы с ней... Ну-ка, подожди, Мэри. Ложись. Всё, пузо часа. Пузо гладить. Ложись. Ложись гладить. Ласки, ласки. Так, лежи, жди. Так. Смотрите, подняй. Ну, лежи, лежи сейчас. Смотрите, поднимает ногу и расшапиривается, чтобы я её гладила пузи. Я как в детстве она маленькая, когда была, приучила её. Она ляжет, я ей пузико поглажу. Вы посмотрите, вверх блаженства собаки. Давай, давай. За такие минуты она всё отдаст. Давно ли ты была крошечкой, Мэри? Всем привет! Это Ольга Чернова, моя огородная азбука. Пусть простят нас огородники, которые не любят собачек, но по многочисленным просьбам тех огородников, для которых собачки, которые любят собачек, я сейчас сниму подробное видео вот об этой малышке, которую купили мы. Потому что много вопросов. Сделана ли прививка? Как её зовут? Есть ли у неё документы? Пропадили ли мы её от глистов? Все интересуются жизнью вот этого щеночка. И сейчас я вам расскажу подробно. Всё. Вот за этой дверью сидит малыш-капказёныш. Так, мы сейчас подсмотрим, чем он там занимается. Ты ждёшь меня, мой хороший? Ты ждёшь меня, мой маленький? Иди сюда. Ты хочешь поиграть? Как только щенок слышит, что дверь открывается, он бежит скорее сюда. Ему здесь скучно на изоляции. Выходить пока нельзя. Там кошку проглистогонили. Пока всё, мы её не проскоррелизуем. Будешь тут сидеть у меня? Будешь тут у меня сидеть? Будешь сидеть тут? Сейчас будем с тобой играть. Я специально ему вот так поставила подушечку к дивану, чтобы он, если захочет на диван залезти, сначала на подушку, потом на диван. Потому что он ещё маленький, он ещё не может сильно высоко, а ему нравится на чём-то на высоком. Ну, не только на полу сидеть, а на чём-то на высоком. Так, сейчас мы тут с тобой будем играть. Так как он рос в большой семье, там в питомнике много щенков, ему, конечно, скучно. Он немножечко один, когда остаётся, подскуливает. Ну, вообще, муж сказал звать её она, а не он. Я говорю, ну, он щенок. А вообще, это она Мэри. И мы с ней, я прихожу, и мы с ней долго-долго заговариваем. Я пытаюсь её несколько раз за день зайти погладить, чтобы она не чувствовала себя одинокой, потому что она же росла в большой семье щеночков. А тут она одна. Ей нравится, когда я ей вот так вот шарю, что-то делаю, когда я с ней разговариваю. Фу! Она, они жили в бывшем свинарнике, их там много-много. И она в опилках там, ну, сидели с другими собаками, и от неё пахнет вот этим скотным дуром. Я ей говорю, ты вонючка маленькая. Мы же её ещё не мыли, не стирали, ничего, стараемся ей лишних пока стрессов не доставлять никаких изменений, чтобы не было. Потом уже, когда немножко подрастёт, конечно, мы тебя помоем собачьим шампунем. Мы купим тебе, как златки наши покупали, щёточки расчёсывающиеся. Ну, да, будет чистенькая, будешь хорошенькая. А пока ты маленькая вонючка такая, ты такая маленькая вонючка. Ты жила в большой семье, у тебя сестрёнок там много, да? Лабрадориха тебя воспитывала. Кавказская овчарка родила много щенков, а лабрадор родил мало щенков. И хозяйка сказала, что они их разделили поровну. И вот это досталось лабрадорихе. И она жила не со своей мамой, а с лабрадорихой. Оказывается, им всё равно с кем. Её воспитывала лабрадориха. Тебя лабрадориха воспитывала? Вот так, вот так, чё-то, чё-то. Мэри, Мэри. Марджи, первая леди. Как это может быть леди, в свинарнике жить, а? Как ты из свинарника превратилась в леди вдруг, а? Ну как? Ну как? Как ты можешь быть леди, если ты в свинарничке родилась? Ну, халюся. Халюся. Да, скучно тебе тут? Ничего. Сейчас я пойду что-нибудь делать, работать. А ты будешь играть с красным мячиком? Игрушек пока никаких нет. Мы потом ей купим. Она очень общительная. Она любит, когда я захожу. Она прям... Ну, тю, да. Хорошая такая собачка. Что мне нравится, она по всей комнате никакая-то не писает. Правда, леди? Ты ведь правда леди, да? Ну, посмотри в мои глазки. Ты такая красивая. Ты такая красивая. Вчера с Марком знакомилась. Он час от неё не отлипал. Час от неё не отлипал. И говорила ей, мы тебя... Не бойся, мы тебя не обидим. Мы же человеки. Мне так смешно. Он ещё не понимает, где надо говорить людям, где человеки. Я же человек. Мы же человеки. Да? Мы же человеки. Ты же наш друг. Собака друг человека. Собака друг человека. Ну вот, а я и не заметила. Даже во второй день наша леди Мэри опять покакала на пелёночку. Я говорю, мне это так нравится в собаке, что она куда попала, не исправляет нужду. Тут вот видно, что она пописала и покакала. Молодец. Живёт Мэри одна в пустой комнате. Тут раньше вот жил сын. Уже год не живёт. Сейчас в этой комнате мы с Катей зимой занимались с расфасовкой семян. Вот. А сейчас здесь маленькая Мэри пока будет проходить изоляцию. У неё здесь подстилочка вон под столом. Чашечка с водой. О, попить захотела. И сладкой. Одно тут. Кошку не пускаем сюда. Кошка под дверью ходит. С дикими глазами хочет зайти, но мы её не запускаем. Она поняла, что кто-то поселился в доме. Она уже, как ей, тревожно, но понять не может, что к чему. Ходит и мяучит диким голосом. Тут появится щенуля. Маленькая щенуля. Вот так. Игруля. Ладно, я пошла. Сиди одна. Кто там рает? Кто там рает? Кто такая злая? Кто такая злая? Маленький медвежоночек? Кто такой злой медвежоночек, а? Это моя девочка такая злая? Такая злая? Такая злая? Ну, хуй, 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 хуй. Покажи, какая будешь злая. Покажи, какая злая будешь. Ну, покажи, какой злая будешь. Ну, ты будешь маленькая злучка. Ты будешь маленькая злучка. Хоть и какую я. Ты хочешь лаять учиться уже, да? Ты хочешь учиться лаять. Тебе играть надо. Тебе надо играть. Тебе надо играть. Тебе надо играть, играть, играть. Не с кем тебе играть пока. Нельзя эти бумажечки. Ну, Мэри, ну нельзя. Это твой паспорт. Ты что? Сейчас расскажу о родословной. Потому что очень-очень многие люди пишут, что самое опасное, это взять не чистокровную породу, а какую-то смесь. Ну, когда не подтверждено документами, что это действительно кавказская овчарка, когда есть там примесь каких-то других собак, как пишут, что потом во взрослом возрасте может выстрелить. Он может себя показать как-то. Ну, все боятся, конечно, излишней агрессии или чего-то, потому что все знают про кавказских, вот чистокровных собак, что нет преданнее, нет умнее, нет более понимающей собаки. Вот у нас две собаки было в течение более чем 30 лет. Мы жили с кавказскими овчарками и ласкивые с детьми, и хорошие охранники. И на чужаков агрессивные, а на своих очень добрые. Но это все при условии, если действительно собака чистая, чистокровная, кавказец. И поэтому мы искали именно с документами, поэтому, не найдя в своем городе, мы поехали в дальний город Новосибирск. Вот 380 километров мы в тот день отмотали, и собака измучилась. Но зато я нашла именно то, что я хотела. Сейчас покажу документы на нашего щеночка. Ну, пока что это метрика щенка, но все равно... Ой, когда мне пишут, что надо было покупать, ну, как искать с кинологом, ну, у нее такие документы, что уже кинолог не нужен. Тут и штамп клуба кинологического Новосибирского, вот видите, это мы не просто в подворотне взяли, мы взяли в частном питомнике. И тут указано, что именно кавказская овчарка, вот ее имя, Марджи Первая Лидия. Ну, все знают, кто имеет собак с документами, что официальное имя одно, а в жизни мы называем совсем по-другому. Среди... Ну, сейчас с тобой буду играть, сейчас. Она хочет, чтобы я с ней разговаривала, а не с вами. Попробовали научить внука выговаривать Марджи, он не может. Три согласных вместе. Зовем Мэри. И вот данные. Про отца, про маму, кто заводчик. Короче, про все. И, конечно же, вот спрашивают, прививки или нет. Вот паспорт. Да ты не грези, ты. Да ты, смотрите, что творит. Паспорт. Первая прививка, вот эта поливакцина Мультикан сделана. И теперь 19-го числа мы будем делать ей вторую прививку. И поэтому до этого времени наш щенок сидит в изоляции. И это очень важно знать людям, кто вот собирается вырастить маленького такого щеночка, породистого, ценного. И с материальной точки зрения. И вот так вот, как просто он ценен сам по себе. Что только через 10 дней после повторной вакцины, только тогда у него иммунитет будет крепким, только тогда можно с ним вместе гулять по улице, можно его куда-то выпускать в общее помещение. Вот мы сейчас, видите, она сидит в изоляции. Кто-то спрашивает, как же, как кошка приняла его? Да никак, они еще не виделись. Мы не позволяем им встречаться. Кошка тоже у нас получила средство антигельминное. Ну, то есть тоже проглистогонили. Они же ходят на улице, кошки. И у них тоже могут быть глисты и всякая зараза. Вот кошка сейчас пока не станет стерильной. Им нельзя встречаться. И вообще мы даже в общий вот этот зал ее не выпускаем, потому что там еще рыжий у нас. Не можем найти рыжего, чтобы проглистогонить его тоже. И пока не сделаем вторую прививку, пока не отчитаю 10 дней от повторного вот этого вакцинирования, никуда наша мэри, ни на улицу, никуда не пойдет. Потому что у нас еще там есть другая собака. Вдруг ветром принесет какую-нибудь бациллу нам, микробик. А мы будем беречь нашу маленькую мэри. Наша маленькая мэри должна быть здоровая. Вот это о прививках и о паспорте. И еще у нас в городе мы об этом, конечно, ни разу не видели и не слышали, но наша мэри официально... Ой-ой-ой, я сейчас покажу. Подожди, мэри. Официально чистокровная собака о чем свидетельствует. Сейчас хотела показать клеймо. Она заклейменная у нас. Ой, подожди, мэри. И если она потеряется, если куда-то она денется, мы всегда ее по клейму... Сейчас, подождите. Вот, вот, вот. Никак не могу. Ну, покажи ножку. Ну, покажи свою татуировочку. На, вот, 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 вот. Видите татуха у нее? О! Это значит, что это настоящая кавказская овчарка. Все, хорошая, хорошая девочка. Ты маленькая моя поросюшечка, а тебе поросеточками пахнет. Ты не похожа на кавказскую овчарку. Ты жила в свинарничке, да? Чемахлесы? Ну, еще, в дополнение к тому, что она чисто огромная кавказская овчарка, что у нее и порода, и документы, и паспорт, и все. Она такая милашка. Это же мягкая игрушка. Это мягкая игрушка. Это мягкая игрушка. Теперь даже в огород неохота идти работать. Охота играть и играть с маленькой Мэри. И тем более жалко, что ей здесь скучно одной. Она с мячиком вдвоем тут бегает. Посмотри, все скажет. До свидания. Такие лапы. У нас такие лапы тигровые. Вот в этой теплице сидираты разрослись, потому что я говорила, было холодно-холодно, и не было условий заниматься. Вот теперь как-то надо призвать на помощь Мэри, чтобы она побегала по ним. Так, Мэри, показываю тебе пример. И примяла мне сидираты. Заложи. Начинаем приминать сидираты. Как-нибудь ложись, катайся. Вот так. Помни мне всю травку. Помни мне всю травку. Ложись. 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 Вот. Кувыркайся все. Вот, молодец, молодец. Мэри, Мэри, что нашла там? Мэри, иди сюда. Что ты съела? Мэри везде меня преследует. Что ты ешьешь? Не ешь помидорки гнилые? Не ешь, не надо. У нас хороший есть. Полный подвал. Но если вы думаете, что проказы Мэри заканчиваются в огороде, то нет. Выбила дверь, думаю, что там несется. Прибежала прям. Вот я сплю. Вот она. Прибежала прям в комнату, в спальню. С тех пор, вот когда она у нас болела, когда ее клещ укусил. Мы же ее забирали. У нас было условие врача, что когда ее со стационара выписали, она говорит, она должна у вас дома проживать, пока не полностью не восстановится. Должны следить за калом, сколько раз мочится, сколько раз какает, в каком виде, чтобы не потерять вот эти все испражнения, чтобы отслеживать цвет мочи, консистенцию кала. И она, смотрите, с улицы прибежала. Она так привыкла. Дома мы ее потом не можем никак до сих пор изгнать отсюда. Она уже потом большая стала, мы ее стали, конуру ей дали, все оборудовали. Но она улучшит момент, если не закроешься на замок или не подопрешь палкой дверь, она с разбегу, короче, с крыльца разгоняется, через все сени бежит, выбивает лбом дверь. И сегодня я аж испугалась утром. Муж вышел зачем-то на улицу и не подперт дверь. Она хитрая. Она быстро это соображает. Она разогналась и с разбегу через зал, через все комнаты плюхнулась ко мне на диван, прямо на меня рядом со мной и положила голову на подушку. Все. И она добилась цели и такая счастливая. У нее сегодня счастливый день. Мэри, у тебя сегодня счастливый день, ты полежала на кровати с хозяйкой вместе. Я даже испугалась. Вот такие проказы наша Мэри делает. Субтитры сделал DimaTorzok